Всем огненный привет, с вами снова Геройный, сегодня я напоминаю вам правила игры 500 лайков и следующая серия уже в пути дороги. 500 лайков, понятно, да? Запомнили? И тогда новая серия выйдет. А ну а теперь мы продолжаем продвигаться по миру снов, точнее ночных кошмаров, которые мне скоро в реальной жизни начнут сниться. Кэрэдж, потому что здесь хватает забот, хлопот, полон рот. Здесь я кого-то видел и я бегу с ними знакомиться. Эй, чувак, ты где? Не стесняйся. Хочу ночное зрение, что ли. Так, и давайте мы будем бегать где-нибудь рядом со светящимися полянками. Пока я тут записывал приветствие, этот чувак куда-то смылся, знаете, выглядел как фландермен, бледный. И главное, самое интересное, розовый, с розового оттенка. Фландермен розового цвета. Что за фигня тут происходит? Где я? Кто я? Верните меня, пожалуйста, обратно. Вот. Что-то как-то тут здесь с мобами как-то все напряг большой. В каком уровне находимся? На 65-м. Если что, я точку сохранения себе поставил здесь. Так что, если что, долго возвращаться не придется особо сильно. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Нет, там на ИСУ, ну ты что-то... Да там нет ничего интересного. Это просто столбы, ребят, это не башня. Как это ни странно звучит. Когда нужно, никого нету. Когда не нужно, все есть. Алло, гараж, кто-нибудь? Мне нужны вы. Мне нужна ваша броня. Мне нужны ваши боссы. Здесь, в принципе, где-то может заспавниться улей. Хайвквин. Может поискать хайвквин? Ух ты, во-во-во-во-во. Кто-то уже есть. Кого-то я слышу. Что это за звуки? Кто это? Пион, блин. Ничего не понимаю. Весь здесь птица водится. Не понял. М. Секунду. Самое забавное, здесь тоже есть мистические мужики. Правая кнопка мышки клацаем. И получаем вот такие Дарвин лампы, из которых я смогу сделать себе оружие более крутое. Закрафтить, и это очень прикольно. Насколько я понимаю. И когда на них периодически клацаешь, Майнкрафт не находит ничего лучшего, как зависнуть. По-моему, за них дают уже не три вот таких шарика, а по четыре, пять или шесть. Тусит они целыми толпами. Поскольку здесь кромешный мрак, в буквальном смысле этого слова, найти их не так уж и просто. Ладно, поехали дальше. Так, здесь, по-моему, тоже водятся пчелки. Что странно. Из них выпадают тоже грязные перлы. Не понял. Я на втором уровне нахожусь вроде бы. Эй. Я не понял прикола. Тоже грязные, а чистые жемчужины, с кого будут падать. Простите. Так, еще один мистический мужик. Вот здесь миникарта, конечно, идеально работает. Что по миникарте видно точки всех живых мобов, и это крайне удобно. Мы вот сюда бежим, и здесь кто-то есть. Вот здесь кто-то есть. Наверху, по-моему? Или где? Угу. Где-то кто-то наверху имеется. Так, ладно. Сейчас мы к тебе в гости поднимемся, чувак. Кто бы ты ни был. И я уже начинаю потихоньку умирать от голода снова. Нет, нету никого. Ничего не понимаю. А кто это? Что за желтая? Точка тогда. Странно. Очень все странно. Ладно, ребят. Давайте мы сейчас пойдем по боссам. И для начала мы, конечно же, к королеве исходим. Вроде бы это самый простой босс. Если она живет на первом уровне, наверное, мы ее попробуем одолеть. Она суммунит, насколько я помню, пчел. Но проблема в том, сейчас мы здесь поставим надпись второй этаж, чтобы было легко вернуться. Second floor. Блин, как же здесь все лагает, тормозит и глючит. По поводу и без повода. Королева видна где-то здесь. И все. Здесь я поднимался, и я ничего не понимаю. Где эта королева? Она находится вроде бы внутри своего... И здесь тоже королева. А где она? Там нет королевы. Там нет королевы вроде бы. Смотрим вверх, есть королева. Почему тогда я... Я же поднимался наверх именно в этой точке. Королеву не нашел. Странно. Может быть я плохо искал? Что же, тоже вполне возможно. Здесь поднимаешься, тоже видна королева. А где она? Вот, вот здесь огромное скопище мобов. Давайте, 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 давайте. Улетайте. Довольно быстро аркана заканчивается. Запас моей манны. Нормально. Ауч. Непонятные звуки. Сейчас я вам свет поставлю. Давайте, давайте. Из вас тоже чистых жемчуг не выпадает. Нету? Нету. Странно. И две фиолетовых точки. А, это шарики опыта. Где же королева? Давайте, знаете, что я сейчас попробую сделать? Под секунду. Теперь объясните мне, пожалуйста, как я мог проморгать вот такую махину? Я же здесь выползал рядом. Я теперь снова прокопался наверх. Заново. Здесь ажно два. Улья. И это очень классно. Так, ну что, погнали. Понеслась душа в рай. Похоже на... Оу, оу. Здрасте, королева. Мадемуазель. А где он у нас там? Сколько у нее жизней, блин. Это просто полнейшая жесть. А, интересно. Аркана восстанавливается, когда я двигаюсь. Или нет? Нет, я подвигался, она стала восстанавливаться. Понятно. То есть просто стоять и стрелять особо сильно не получится. Давайте теперь лук попробуем на ней. Она толстая, жирная, идеальная мишень для испытаний разного оружия. Пять урона. Ну, тоже неплохо, в принципе. Блин, а что такая маленькая королева? Мне близко, ближе подходить нельзя, потому что она тут же начнет призывать пчел, которые мне начнут просто жрать заживо. Поэтому я как-то не хочу нарываться пока что. Во, идеальную позицию я выбрал. Можно, конечно, накупить стрел побольше и аккуратненько ее стреливать издалека. Но мне кажется, что это неэффективно. Хотя, знаете, у меня есть сильное подозрение, что мечом ее бить это тоже 5 урона будет. То есть нам, по идее, нужно сейчас где-то найти мобов, из которых выпадают чистые жемчужины. Может быть на третий уровень за этим делом подняться. Одеть броню, сделать себе какое-то более оружие получше. Потом к ней возвращаться. Может так сделать? Да, давайте сейчас в честном бою попробуем ее грохнуть, что получится. Вон, видите, я о чем говорил? Он начинает спавнить огромное количество солдатов, и они меня просто вынесли в лед. Вы сами видели, все 40 жизней просто как не бывало. А ты вообще кто? Дрим Врескер. Вот он, этот Слендермен, о котором я говорил. Розового цвета. Из него выпадли. Вот, наконец-то чистый перл. А что со мной происходит? А-а-а, слушайте, я понял. Они меня притягивают к себе, вроде бы. Потому что у меня такое ощущение, вот персонаж как бы вводит из стороны в сторону. Что это за неведомая фигня, я не знаю. Вот, во, отпустило. Значит, они умеют либо себя притягивать, либо отталкивать. Вот, вот такой другой разговор. Значит, сейчас попробую сходить поискать этих, как его называют, опять-таки, Много-много гринда за кадром. О-о-о, ладно, ребята, я вам это припомню, запомню и запишу. Ладно, окей. В принципе, сейчас побегаю, буду собирать чистые перлы. Будем копить на хорошую шмотку. И на какое-то оружие помощнее, потому что 5 урона, ребят, это смешно. Вы видели, как меня вынесли легко. Так, господа, это, похоже, у нас спойлер будет. Это у нас какая-то пирамида. И куча вот этих прошилхэнтов. Бьют они сильно, проще расстреливать просто издалека. Вот так вот. И вот так вот. Все, до свидания, энты. Господа энты, идите в лес. Вы мелкими шажками. Блин, какие же они сильные. Из них ничего интересного не выпадает. Что самое интересное, когда вы пытаетесь срубить местные деревья, эти энты начинают спавниться. Сейчас покажу даже как. Довольно бестолково. Давай, 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 умирай. Из него выпадает опять грязное перо. Ну, ладно, хотя бы будет деньги на еду, что называется. И на том спасибо. Не-не-не-не-не-не-не-не. Все, свободен. Дайте покажу фокус. Ломаем, например, блок. И появляется... А что не появляется энта? Иногда энта появляется. А здесь почему-то появляться не стал. Не захотел. Ну-ка, дайте еще раз покажу. Ломаем еще раз древесину. Или это только на первом уровне работает? Во-во-во. Видите, тут же появляется энта и застрывает в дереве. Хе-хе-хе-хе. Там, надеюсь, фара... Слушайте, а может там фараоны? Я хочу... Green Hunger Stone. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. У нас же нет инструментов. Ребята, что вы дураковаляете? Любой камень в этом мире ломается рукой. Но только не в нашем случае. И... Как мне быть? Что за фигня? А, может быть, мне наверх нужно подняться? Давайте попытаемся другого босса убить. Давайте убиваем энта. Такое ощущение, что там какой-то драмкайк засел. По звукам. О май гад! О май гад! Что? Что? Что это было? Я тут много раз уже умирал. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Кто это вообще? Какие-то одноглазики? Все. Официально вы теперь с сегодняшнего дня называетесь одноглазиками. Да не одноклассниками, а одноглазики Все, понял? Понял, чувак? О, какие мы грозные Какие мы струйные Блин, броню надо срочно менять Тогда план действует следующий Мне просто интересно, что из него выпадет интересного Давай, давай, давай Что из него выпадает? Одноглазики Иди сюда, иди сюда, тихо, тихо Давай, 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 дуй сюда Дуй к папочке Ауч Ну и как это называется? А, то есть ты теперь сматываешься Не, не, мне такой вариант не устраивает Что ты сбежал с поля брони и такой думаешь, что самые умные, что ли Во, во, во Есть Из него выпадают, наконец-то, чистые перлы Четыре штуки Аааааа, да Сложно Жить можно Окей Наверняка там наверху что-то такое крутое Раз там так все хорошо охраняется На классике Подожди, подожди, подожди Дай мне на вершину забраться Эй, а где вход? Это че? Нас обманывают, ребята Нас обманывают Здесь должен быть вход, честное слово Где-то здесь должен быть вход А, вот он, вот он Вижу, 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 вижу Только здесь вообще нифига не видно Че здесь происходит Бип Блин, это какая-то мутация Пикачу Мутирующий Покемон Что может быть забавней И что-то мне подсказывает, что бьет он очень сильно Да? Мутант какой-то Недоделанный О, во, 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 во Ребята, я надеюсь, что у вас там Хорошее оружие есть, кирка, я не знаю Хоть че-нибудь Обана Что он делает? Он летает? Он летать умеет? Чувак, а как ты это делаешь? У тебя аж крылья. А, да, я же в мире снов. Чё-то герон тупит. А-а-а, тут, походу, эти спаунеры находятся. Да, да. Вот два жёлтых квадратика, это значит, что тонкий намёк на то, что там... Точнее, даже толстый намёк на то, что там находятся спаунеры. Судя по всему. Да, да, я прав. И сюда... Да, где-то здесь находятся спаунеры. Так, а пробежать мимо нельзя? Просто пробежать мимо. Ауч. Вот они, как у нас спаунеры выглядят-то. Вот она, как у нас спаунеры выглядят. Как лампочки, дурака нашли, обмануть хотели. Фиг вам. Так, пошли к торговцам. Мне хватит этих чистых, непосредственно, пёрлов на что-нибудь ценное. Так, вот они пошли. Чистые пёрлы. Пять штук нужно для финиша темплейта. Хорошо. Давайте попробуем. Счастье у ближайшей остановки установки для инфьюзии. Где у нас тут установка инфьюзии? Вот она, судя по карте. И я даже сытый. Отлично. Просто отлично. Теперь давайте Дарвин лампы попробуем. Наверняка это сработает. Дарвин лампы не работают. Может быть тикер лампы? А сколько же тебе храняка нужно? Подожди. Не понял. Вот теперь моя очередь удивляться. Финишит темплейт не работает. А, эм, 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 или, не понял. Так, господа, план действий таков. Первое. Финишит темплейт. Из него с помощью этих Дарвин лампов, девяти штук, можно сделать себе шапку. Сейчас скажу, какую. Какая же там должна быть шапка? Секунду. Так, из него делается финишит хелмет. Теперь самое главное, мы заходим в креатив. Поясняю. Это баг, ребят. Из вот этого непосредственно темплейта и девяти Дарвин лампов должна получаться финишит шлемик, где он находится. Финишит хелмет. Вот такой вот шлем. И он у меня не получается его скрафтить из-за какого-то бага Дивайна. К сожалению. Боссов, из боссов мне пока что доступна только королева, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому, ну, броня чуть-чуть возросла на полпункта. Ну, бред полный. Вот. Да уж. Это печально. Ладно. Теперь делаем следующим образом. Берем в руки эту палочку. Оббегаем эту королеву. Где я эту дырку делал? Кто в теме? Я забыл. По-моему, с этой стороны надо бежать. Здесь я сделал какую-то маленькую симпатичную дырочку, чтобы мне никто не мешал, да? Сколько я помню. Вот. И где-то там была королева. Здесь вход, но во вход мы не пойдем. Мы же настоящие герои. Мы будем ломиться. Как? Ага, угу. А где ты? А где королева? М. М. Она что, задиспамилась, что ли? Что, это прикол? Эй, королева, ты что? А ты где? А, то есть она все-таки у нас во втором, соответственно, улье. В этом улье никого нет. Как такое возможно, ребята? Неужели такое бывает? Здесь просто пустой данж. Почему-то. Окей, значит мы ее пытались убить здесь. И здесь где-то в стене была дырка. Секунду. Ага, значит я на правильной пути нахожусь. Там она призывала солдатов. Где-то там я дырку сделал. По-моему, вот с этой стороны где-то что-то такое есть. Вот. И здесь я ее обрабатывал. Теперь, ребят, просто включаем тупо ускорение. И тупо ее издалека вот так расстреливаем. Вот так вот. Так вот, да-да-да. Теперь отходим. Ждем пока восстановится Аркана. Потом стреляем снова. Ну и пока не надоест. Ну что, ребята, а вы все это увидите ускорение. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Так, мои извинения, господа. Тот кусочек, где я убивал финально, наконец-то, эту королеву, к сожалению, не записался. Но из нее выпало дофига опыта. Я получил поля от 30-40 уровней, как видите. Дальше из нее выпадают Хани Чанки, которые я тут же погрыз. И Хани Сайкл. Вот эта штука, ее... Я даже не знаю, зачем это. Просто немножко еды и тонну опыта. И это все, ради чего я сегодня возился. Ну что ж, ребятки, я был рад за просмотр, за подписку, лайки. Пишите комментарии хоть какие-нибудь. Всех с удовольствием читаем, отвечаем. Все как полагается. В следующей серии попремся наверх. И... А, знаете, что мы в следующей серии сделаем? Мы пойдем грабить пирамиду. Насколько эта длинная серия будет? Я не знаю. Минут, наверное, на 20 примерно. Это, конечно, жесть, ребят. Это просто полная жесть. Это просто жесть. Это все, на что эта королева оказалась способна. Просто дать кучу опыта. Я в шоке, ребят. Я просто в шоке. Ладно. Но давайте тогда действительно сейчас в пирамиду заглянем. Где у нас тут пирамида? Ауч. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Отсюда сваливаем. Ауч.